Десногорцы отметили День России. Еженедельное плановое совещание у главы города. Сводка криминальной обстановки в Десногорске за неделю. Специалисты Волгодонского «Атоммаша» обновили производственные рекорды. А сейчас об этих и других событиях подробнее. 12 июня прошел один из главных государственных праздников, который отмечается с 1992 года. Как отметили День России в Десногорске в нашем первом репортаже. В нашем городе празднование Дня России имеет свои традиции. На протяжении многих лет в этот день проходит торжественная регистрация малышей, родившихся в июне. В семье Василины и Дмитрия Шатохиных появился сынишка Кирилл. Счастливым родителям нового гражданина Десногорска в торжественной обстановке вручили свидетельство о рождении. Поздравил молодую семью с этим событием и глава города Андрей Шубин. Он обратился с приветственным словом горожанам. Дорогие земляки, пусть этот праздник рождает нас чувство гордости за Россию, придает силы и укрепляет наш созидательный настрой. Желаю вам всем счастья, здоровья, мира и благополучия. Уже традиционным является и вручение паспортов совершеннолетним гражданам России. Заместитель директора Смоленской атомной станции по управлению персоналом Анатолий Терлецкий вручил паспорта и денежные сертификаты Нырковой Дарьи, Киселевой Елизавете и Ивановой Марии. Также в этот вечер заместитель председателя Десногорского городского совета депутатов Сергей Гайдайчук вручил волонтерские книжки и памятные подарки 40 юным дисногорцам, которые на протяжении долгого времени проявляют активную позицию и участвуют в жизни города. В этот праздничный вечер ребята опять не остались в стороне и с энтузиазмом провели акцию «Российский триколор». Десногорцы и гости города, собравшиеся на праздничное мероприятие в этот тёплый июньский вечер, получили ленточку с цветами российского флага. Подарком для всех стала концертная программа, подготовленная творческими коллективами городского центра «Досуга». Общественность Смоленщины заслушала отчёт об исполнении бюджета в публичных слушаниях по основному финансовому документу области, которые прошли в Смоленской областной думе, приняли участие представители исполнительной и законодательной власти, руководители органов местного самоуправления и общественность. В годовом отчёте были проанализированы основные векторы финансовой политики в регионе. Дефицит бюджета сокращается курс взят на снижение государственного долга Смоленской области. Доходы превысили прогнозные значения и составили 36,8 миллиарда рублей. По сравнению с предыдущим годом они выросли на 4,5 миллиарда. Расходы составили 38,6 миллиарда рублей. Дефицит удалось снизить по отношению к плану больше, чем на миллиард рублей. 13 июня в администрации прошло плановое оперативное совещание главы с руководителями комитетов и муниципальных предприятий города. Подробности вы узнаете далее. Совещание проводил заместитель главы по социальным вопросам Александр Новиков. В своём докладе он напомнил руководителям о приёме документов от предприятий общественности города на рассмотрение кандидатур для занесения на доску почёта. Коммунальные службы работают в штатном режиме. Завершаются гидроиспытания на тепловых сетях второго микрорайона. Председатель комитета по образованию Римма Овечкина доложила, что в этом году в оздоровительных лагерях отдохнут 700 десногорских школьников. Также сообщила, что работа над проектом «Слова Созидателям» продолжается. В период с 15 по 20 июня у нас в образовательных учреждениях будут проходить встречи с будущими героями наших видеороликов. Поэтому хочется обратить внимание, чтобы активизировались наши герои, наши жители города и не отказывали приглашение наших детей. Учреждения культуры активно участвуют в организации досуга в оздоровительных лагерях и готовятся 17 июня передать останки воинов родственникам из Москвы и Краснодарского края. С начала 2017 года в лечебные учреждения области из-за укусов клещей обратились 566 человек, среди них 208 детей. Лабораторные исследования показали, что в некоторых случаях клещи являлись носителями баррелиоза. Однако ни одного случая заболевания укушенного человека пока не отмечалось. Пенсионный фонд Десногорска ожидает реорганизация. Организация, как сообщили в Пенсионном фонде области, в связи с оптимизацией ожидается и сокращение штата сотрудников, а также присоединение к Рословскому пенсионному фонду. Чемпионат по ловле на спиннинг с лодки прошел на Десногорском водохранилище 11 июня. В соревнованиях принимали участие сильнейшие команды субъектов Российской Федерации. Лучшими спиннингистами страны признаны питерцы, псковичи и смоляне. Команда «Смоленская область-1» взяла бронзу. Чемпионат Центрального федерального округа 2017 «Казарла» по рубке шашкой пройдет 24 июня в Десногорске. Мероприятие направлено на сохранение и развитие культуры казаков в области спорта, традиционных соревнований и патриотического воспитания молодежи на примере славных традиций предков. Главным призом чемпионата станет казачья кованая шашка. Состязания пройдут в районе городского пляжа. Начало в 10.00. А сейчас сводка криминальной обстановки Десногорска. О том, что произошло в городе за минувшую неделю, нам расскажет майор полиции Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 100 сообщений о происшествиях. Из них 5 сообщений о преступлениях. Зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 149 административных правонарушений, в том числе о нарушении правил дорожного движения 119, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения к ответственности привлечен один человек, за распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения к административной ответственности привлечены 12 человек. 40 тонн белорусского сыра вернули отправителю. Фуры задержали на контрольно-пропускном пункте Красная Горка. Груз следовал в Москву. Ветеринарный контроль выявил явные факты мошенничества в документах. На упаковках и этикетках значились разные технические условия, а также ошибки в сроках производства и годности продукта. И в завершении выпуска новости Росатома. Специалисты Волгодонского «Атоммаша» обновили производственные рекорды. Теперь самым большим изделием, которое они когда-либо выпускали, стала вакуумная колонна для предприятия нефтеперерабатывающей промышленности. Ее размеры превышают габариты космического корабля «Союз-19». 11, 53, 512. Это не случайный ряд цифр. Это массогабаритные показатели гигантской вакуумной колонны для производства топлива высокого экологического класса «Евро-5». Ее диаметр – 11 метров, высота – 53 метра, вес – 512 тонн. Это самое большое изделие, когда-либо выходившее из цехов предприятия «Атоммаш» Волгодонский. И для его изготовления на заводе потребовались большие преобразования. Впервые, наверное, столкнулись с трудностями, что у нас в наше технологическое оборудование не входит изделие диаметром более 10 метров. Поэтому приходилось делать рентген-контроль на открытых площадках, приходилось оборудовать специальные рабочие места, создавать новые рабочие места для того, чтобы выполнить непосредственно технологические операции. На изготовление и сборку этой вакуумной колонны ушло почти два года. Еще около трех недель потребуется на то, чтобы доставить ее заказчику – Московскому нефтеперерабатывающему заводу. Крупномасштабная модернизация этого предприятия идет с непосредственным участием машиностроительного дивизиона «Росатома». Так, на Волгодонском «Атоммаш» для него изготовили оборудование, удивляющее своими габаритами. А вот с машиностроительного завода в Петрозаводске на площадку московского НПЗ отправилась ректификационная колонна с повышенными требованиями к форме. Основная проблема при производстве была то, что это достаточно тонкостенное оборудование, имеющее большой диаметр. Тонкая оболочка, грубо говоря, как банка Кока-Кола, которая легко сминается, легко теряет свою форму. То есть специально для этого разрабатывают специальные оснастки, специальные бандажи, специальные пауки, которые устанавливались на изделие, чтобы предотвратить изменение формы и сохранить необходимую овальность. Реализация самых сложных, порой уникальных технических задач – одно из основных преимуществ предприятий машиностроительного дивизиона «Росатома». В его основе лежит развитая производственная база, отлаженные технологии производства и штат высококвалифицированных специалистов. А неизменно высокое качество производимой продукции подтверждается ростом портфеля заказов от крупнейших добывающих компаний России. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disnadefistv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин